МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на канале СТВ. В студии Ольга Бельмач. Здравствуйте. Православный мир готовится к встрече Рождества Христова. Сегодня сочельник. Верующие ждут появления на небе первой вечерней звезды. Символа той, что засияла над Вифлеемом в момент рождения Иисуса. Канун Рождества, это и последний день 40-дневного поста. Во всех храмах начнутся праздничные богослужения. Центральное событие – церемония передачи Вифлеемского огня митрополиту Минскому Слуцкому Павлу Патриаршему Зархусье Беларуси в Минском Святодуховом Кафедральном Соборе. По многолетней традиции частичку христианской святыни передадут и в другие церкви. Вечером всеночное обдение совершит плодыка Павел, ночью божественная литургия. Рождество для православных – это второй по значимости праздник после Пасхи. Самый светлый – это праздник, и мы пришли в церкви для того, чтобы тоже как-то поклониться самому главному нашему ладуке. На Рождество – это всегда такой очень хороший, приятный праздник. Связываем, конечно, с какой-то чистотой, с какими-то новыми начинаниями. Чтобы во всех было все хорошо, чтобы все были здоровы, в семье ладилось, чтобы детки были хорошенькие, здоровенькие. Вы сами знаете, что каждая семья хочет благополучия. Всего, чтобы все было хорошо. Самое главное, чтобы было здоровье у всех, и остальное все проложится. Торжество продолжится до 19 января. Крещение Господне этот период в народе называют святками или колядами. С праздником православных христиан Беларуси поздравил президент. Александр Лукашенко отметил, что Рождество Христово вселяет в сердца надежду и всеобъемлющую любовь, наполняя жизнь искренней радостью и добрыми ожиданиями. Недаром рождественские дни – это время исполнения желаний, благотворительности и милосердия, особого внимания ко всем, кто нуждается в нашем участии, заботе и помощи, говорится в поздравлении. Турнир любителей хоккей на приз президента Беларуси стал также доброй традицией. Соревнования проходят в Минске уже в десятый раз и всегда в рождественские праздники. Интрига состязаний с каждым днем только накаляется. Команда Беларуси вышла в полуфинал, накануне одержав третью победу, на этот раз над командой Германии. Таким образом стала лидером в своей подгруппе. Сегодня же определятся финалисты турнира. В эти минуты одна из пар уже вышла на лед. На чужой в Карене встречаются россияне и финны. А вечером в Дворце спорта начнется матч между Беларусью и Словакией. За ледовыми баталиями следит Ольга Еруть. На соревнования, как на праздник, фойе столичного дворца спорта, компании подростков, пенсионеры и молодые семьи с детьми. В эти рождественские дни прийти на хоккей и поболеть за любимую команду уже традиция. Кто-то заполняет купоны, чтобы выиграть абонемент на чемпионат мира. Но об этом позже. Кто-то делает прогнозы на предстоящий матч. Беларусь победит. Мы верим, что она пройдет в финал. И мы болеем за Беларусь. Принесли даже растяжку. Там написано «Критей Беларусь». Превосходная игра. Логика есть. Будем болеть, конечно, за нашу. За Беларусь, чтобы она выиграла. С коллегами пришли по работе. Пришли посмотреть на рождественский турнир. Очень интересно. Хозяева турнира – хоккейная команда президента Беларуси. Один из фаворитов. Семь раз из девяти они выигрывали заветный кубок. И если в первых турнирах было видно явное превосходство наших игроков, то в последнее время удерживать победные позиции становится сложнее. Из года в год турнир прибавляют не только в организации и зрительском интересе, но и в уровне мастерства команд и звездном составе соперников. Команда участников крепнут из года в год. Поэтому становится играть интереснее, зрителям интереснее. Большинство участников команд когда-то играли в профессиональный хоккей. Поэтому в таких единоборствах, в таких моментах, которые определяют исход матча, конечно, где-то сыграл характер, сыграло какое-то хоккейное бойцовское чувство. Команда Германии в седьмой раз на рождественском турнире. Их лучший результат – пятая строчка. Хотя их страна в мировом рейтинге сборных по хоккею входит десятку лучших. К слову, их соотечественники сыграют с белорусами в одной подгруппе в мае и на чемпионате мира в Минске. Превосходная команда Беларуси. У этих игроков все получается наилучшим образом броски, комбинации. Видно, что они сыграны и подготовлены. Большое удовольствие играть с ними на одной площадке. Особенно приятно видеть, как мастерски делает подачу ваш президент. Он очень доброжелателен на льду, несмотря на то, что мы соперники. Организация турнира на высшем уровне уверен, что и чемпионат мира проведется должным образом. Все для этого есть. Первую шайбу ворота соперников на 12-й минуте забросил белорусский форвард Максим Слыш. На перерыв игроки ушли со счетом 4-0. Никаких изменений на табло не было на протяжении второго периода. Изрядно измотав соперника настойчивой игрой, белорусы упорно взялись за атаку. Итог встречи 11-0. Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал две результативные передачи партнерам по команде. А вот в конкурсе среди болельщиков свою счастливую шайбу в ворота забросил семиклассник столичной школы Андрей Денисевич. Он стал третьим обладателем двух абонементов на матчи предстоящего чемпионата мира по хоккею в Минске. Я сам занимался хоккеем, поэтому мне очень нравится этот вид спорта. Лучшими игроками матча стали защитник команды Германии Михаил Бресок и форвард белорусской дружины Андрей Асташевич. В заключительный игровой день предварительного этапа 10-го рождественского международного турнира любителей хоккея на приз президента Беларуси определились команды-полуфиналисты. Беларусь, Словакия, Россия и Финляндия. Сегодня вечером на ледовой площадке дворца спорта соперником команды главы государства станет дружина Словакии. Я думаю, что сегодня будет хорошая игра, а все болельщики будут спокойны. Победители подгруппы России и Финляндии в эти минуты уже начали борьбу. Делегатов финал определяют сегодня на льду Чижовка-арены. У льды Руць, Николай Синчилат, селькомпания СТВ. Свой подарок в канун Рождества белорусам преподнесла погода. Сегодняшнее утро в столице выдалось не по-зимнему теплым и дождливым. Зато к обеду картина на улице резко изменилась. Буквально в одно мгновение дождь превратился в снег. В ближайшие дни в Беларуси будут теплыми. Термометры покажут около 6 градусов со знаком «плюс». Холодать начнет лишь к концу недели. Если верить народным приметам, то обильный снегопад на Рождество предвещает теплую весну. А тем временем аномальные холода сковали северо-западные районы Америки. Столбик термометра уже опустился до отметки минус 35 градусов. И температура продолжает понижаться. Арктический мороз движется в сторону восточного побережья Соединенных Штатов. В воздушной гавани Чикаго отменены около полутора тысяч рейсов. Кроме того, снегопады вызвали серьезный сбой в работе почтовых служб. В пути застряли десятки тысяч отправлений. По-настоящему зимняя погода внесла значительные коррективы в жизнь простых американцев. Водители призывают оставить свои автомобили дома. Во многих школах отменены занятия. Резкое похолодание связано с торжением циклона с севера. Ожидается, что в ближайшую неделю снегопады и морозы только усилятся. Мадрид встретил парад трех королей. С наступлением сумерек улицы Испанской столицы на несколько часов погрузились в атмосферу библейских сказаний. Главные герои традиционного шествия – волхвы Мельхиор Гаспар Бальтазар. По преданию, именно они первыми узнали о рождении младенца Иисуса и явились к нему с подношениями. На улицах Мадрида собрались сотни детей, чтобы передать легендарным мадрецам письма с описанием заветных желаний. И на этом выпуск завершен. Полная информационная картина дня в 19.30. Я прощаюсь с вами до этого времени.